Валдис. Стабурага Берни. Детство у Стабурага. Картины из жизни на лоне природы. Сокращенный перевод с латышского Ольги Баладите. Читает Евгений Браздор-Пружковский. Павосарис. Весна. Глава вторая. Берег у липового ключа, как и везде на этой стороне Даугавы, крутой, как стена. Поэтому, чтобы попасть к ключу, который находится почти на середине склона между водами Даугавы и верхним краем берега, нужно было выкопать, вернее, вырубить дорожку наискось в сторону Даугавы. Чтобы удобнее было сходить, в скале даже высекли ступеньки. Летом в сухое время можно было сходить смело, но не так-то просто во время дождя или зимой, когда исхоженные ступеньки становились скользкими. В такое время Даугава многозначительно подмигивала каждой своей блестящей волной, так насмешливо и вызывающе смеялась снизу над трусливыми человечками, что даже наиболее смелые поспешно сворачивали вправо или влево и, будто не понимая мыслей Даугавы, спокойно продолжали путь. Но Даугава смеялась еще громче и словно била в ладоши, так что блестящие брызги долетали почти до самого липового ключа, а затем, будто испугавшись своего дерзкого прыжка, быстро и незаметно исчезали в волнах. Но пешеход, словно чувствуя, что над ним смеются, все прибавлял шагу. Люди не выносят, когда над ними смеются. Очень немного было в Виганте таких людей, которые иначе воспринимали веселье Даугавы. Марч еще не принадлежал к ним. Спокойно, совершенно спокойно следовал он за Янцесом ступенек пять. Затем вдруг остановился, как вкопанный, и широко открытыми глазами посмотрел на невиданную широкую водяную гладь, которая без устали стремилась вперед. Марчу показалось, что он и сам сейчас же, сию минуту, двинется вместе с Дауговой. Уже шевелятся ступеньки, уже качаются ноги, и, испустив отчаянный вопль, Марч опрометью бросился наверх. Янцес вовремя схватил его за короткую курточку, однако это не помогло. Марч бросился на четвереньки и, несмотря на то, что ему было только шесть лет, вытащил и Янцеса наверх. «Вот тебе и на!» — ворчал Янцес. «Ну куда ты бежишь? Уже у самого ключа были, а он бежит обратно». «Я не могу туда идти. У меня голова кружится», — сказал Марч и надулся. «Ну зачем ты смотришь на Даугову? Смотри в землю, и голова не будет кружиться. Ну, попробуй», — уговаривал Янцес. Но Марч, видно, твердо решил не поддаваться уговорам. Недоверчиво поглядев на Янцеса, он уже сделал шаг по направлению к дому, когда Янцес ухватился за последнее средство. «Но ты ведь хотел напиться у ключа». «Хотел». Марч остановился и широко раскрытыми глазами посмотрел на Янцеса, удивляясь, откуда тот может знать о жажде, которая как раз в этот момент вдруг начала его томить. И Марч погрузился в размышления. Заметив колебания товарища, Янцес снова стал его уговаривать. «Если у тебя кружится голова, пойдем вместе. Ты левой, а я правой рукой будем держаться за скалу. Ну, попробуем». Марч больше не мог противиться. Неторопливо охватил он шею Янцеса правой рукой, а Янцес положил левую руку через спину Марча на его плечо. При этом Янцес так сильно ухватился за его куртку, что Марч вопросительно посмотрел на него. Но они были уже на ступеньках. Глава третья. По дороге ничего особенного не случилось. Только два раза Янцесу показалось, что Марч хочет освободить левую руку, наверное, для того, чтобы посвободнее было идти. Но Янцес не обратил внимания на это вполне законное право товарища или воспринял это как предложение двигаться быстрее. И каждый раз после того, как Марч дергал плечом, Янцес с еще большим задором прыгал со ступеньки на ступеньку и тащил за собой Марча. Спустя полминутки мальчики стояли у самого липового ключа, обнявшись так же, как обнимаются, переплетя свои ветки, черная ольха и маленькая лесная яблонька. Оба эти деревца росли слева от ключа, крепко вцепившись тонкими корешками в расселены скалы. Они чуть склонились в сторону ключа и задумчиво смотрели в прозрачную воду, которая освежала их корешки, когда летнее солнце накаляло сухие скалы. Чуть пониже, справа от ключа, против дорожки твердо и прямо стояла старая ольха. Она искоса смотрела на ключ, как бы говоря, «За ту влагу, что ты даешь мне в трудное время, я защищаю тебя от холодных ветров, Витземе». Марчу недавно еще было понять мыслей ни молодой, ни старой ольхи, и он совершенно равнодушно смотрел на широкую полосу воды, неустанно струившейся из расселин скалы. Сначала она текла по-ровному, как столик, камню, а затем каскадом спадала на такую же ровную скалу на полметра ниже. Там большая струя делилась на сотни мелких струек, которые, как мышки, разбегались по отрогам скалы, беспечно прыгая по камешкам и высоко подбрасывая блестящие брызги. Это были воздушные поцелуи, посылаемые липовым ключом солнцу, которое каждое утро свои первые розовые лучи купало в его чистой прохладе, оставляя ключу и его волнам на целый день свои небесные блестки для украшения. Марч смотрел все так же равнодушно. Но вдруг ему показалось, что в ключе что-то сверкнуло. «Это всегда так?» — спросил он. «Что всегда?» К несчастью, Марч уже забыл, что именно он хотел узнать. Дополняя свой вопрос, он спросил совершенно о другом. Это и самому Марчу показалось настолько странным, что он снова стал равнодушным и совсем не слушал болтовню Янцеса. «Всегда ли вода в ключе так течет?» — прозвучал вопрос, которому Марч сам удивился. «Ну, конечно. День и ночь, зиму и лето, — пояснил Янцес. — Она течет, не переставая. Только летом вода холодная, как лед, а зимой теплая. Даугава замерзает, а ключ нет. Папс говорит, что это от того, что ключ течет глубоко из-под земли, из какого-то большого озера. Там вода никогда не убывает. В некоторых ключах находят больших щук, а здесь нету. Здесь маленькая расселина. Щуки из озера сюда не могут попасть». Янцес говорил бы еще долго, но Марч вернулся к своим прежним мыслям и перебил его, весело воскликнув. «Смотри, смотри, что там блестит?» «Ну, радуга, солнце». «Разве солнце радуга?» «Конечно. Когда солнце светит сквозь капли воды, получается радуга», — начал поучать Янцес, повторяя слова отца, хотя отца он на этот раз и не упомянул. В глазах Марча это уж было умничаньем. Он потихоньку освободился из рук Янцеса и посмотрел на него с презрением, как на человека, с которым не стоит серьезно говорить. Потом Марч подошел к ключу и, перешагнув через него одной ногой, нагнулся, чтобы напиться. С первым глотком у Марча ничего не вышло. Быстрое течение воды, сильная жажда Марча или еще какая-то причина были тому виной, но холодная вода, впервые приветствуя Марча, сбилась с правильного пути. Возможно, она хотела слегка промыть Марчу глаза, сделать их чуть-чуть веселее, живее, но, как бы то ни было, после первого глотка послышалось чиханье, фырканье, кашель и еще какие-то звуки, по которым нельзя было толком понять. Не то Марч хочет просто что-то сказать, не то ему весело. Только постепенно характер звуков стал проясняться. Наконец, улыбающийся Янцес услышал следующие слова, произнесенные раздосадованным, охрипшим голосом. Вода совсем нехорошая. Это было явное издевательство. Янцес сразу перестал смеяться, принял вид обиженной барышни и, строго глядя на Марча, сказал «Вот так штука! Что ты понимаешь? У рижской тетушки от нее глаза выздоровели. Сам барон каждое утро присылает лоту с бутылкой за этой водой и по утрам пьет ее, а ему нехороша». Янцес повернулся, как бы собираясь уходить, именно в этот момент Марч чихнул в последний раз, при этом даже большая светлая слеза упала в источник. Марч верно и сам уже пожалел, что он так пренебрежительно отозвался о воде, которая нравилась самому барону. Но он все так же недоверчиво посмотрел на Янцеса. Затем он вытер большим пальцем глаза, рукавом куртки, рот и поспешно нагнулся к воде, чтобы глотнуть еще раз. Марч уже вытянул губы, уже задержал дыхание, чтобы направить по правильному пути непокорную воду, уже почувствовал приятную свежесть так близко, что даже губы защекотало, как вдруг в ключе что-то плеснуло. Янцес громко засмеялся. Марч моментально забыл о жажде. Он не мог не взглянуть. Над чем это и сейчас можно смеяться? Он поднял голову. В ключе, напрягая все свои силы, барахталось какое-то существо, которое, казалось, тоже хотело справиться с течением. К сожалению, силы ключа и животного были одинаковы, так что из этого ничего не получалось. Марч с минутку стоял тихо, как бы раздумывая, смеяться или нет. Он успел только усмехнуться. Животное оказалось вдруг хорошо знакомым. — Ой, это же лягушка! — воскликнул Марч. — Разве ты боишься лягушек? Марч немного подумал. — Нет! — сказал он весело. И чтобы доказать свою смелость, растопыренными пальцами правой руки столкнул лягушку с гладкого камня на землю. Лягушка упала на спину, но, попав в более мелкую воду, быстро поднялась на лапки, большими глазами посмотрела на Марча, а затем длинными прыжками скрылась среди камней. Марч нагнулся в третий раз и полными вкусными глотками стал пить чудесную воду, какой нигде, кроме липового ключа, нет. Было видно, что он твердо решил не прерывать этого занятия из-за каких бы то ни было существ, пусть они рассказывают даже такие вещи, как Янцес. Интересно, куда это зимой деваются все лягушки? Наверное, замерзают. А вот здесь, у ключа, в камнях, они живые. Большие залезают под камни, маленькие зарываются в гальку и сидят в ключевой воде совершенно спокойно. Им там, видно, совсем тепло. Только тронешь, они убегают. Но Ешка умеет их ловить. Ну, куда маленький лягушонок ускачет? Ешка надевает их на крючок, потому что другой приманки для рыб зимой не найдешь. Земля мерзлая, червей не накопаешь, а рыба клюет и на лягушат. Раз даже щука клюнула. Марч давно уже напился. Он вытер рот, конечно, рукавом, стал перед Янцесом и вдруг перевел его совершенно спокойным голосом. Вода и верно хорошая. Только зубы ломит. Ух! Больше Марч ничего не сказал. Он, видимо, знал, что его товарищ может читать мысли по глазам. Поэтому он только смотрел Янцесу в глаза и молчал. И действительно, в глазах Марча ясно читалось тоскливое желание, которое можно было выразить следующими словами. Ну, что ты болтаешь? Пойдем-ка лучше домой. Но Янцес или не заметил, или нарочно не обратил никакого внимания на этот призыв. Он энергичным жестом указал на ту сторону Даугавы. Это Худар Лаздас. Там живет старый Лаздо. Он лодочник. Смотри. На той стороне, внизу у самой воды, видишь, вон эта длинная черная. Это его лодка. А немного повыше это Лайба. Он вытащил их из воды, чтобы ледоход не унес. А летом они на воде. На маленькой Лаздо перевозят людей и зарабатывают этим. Потому что здесь больше ни у кого нет лодок. А на большой, когда бывают ярмарки, перевозят скот. Но в эту минуту Марч вдруг судорожно ухватился за куртку Янсеса. Маленькая ручонка его так и дрожала. Сам Марч как-то странно задвигался, почти зашатался. Бросив на товарища взгляд, Янсес сразу понял, что с ним. Но зачем ты смотришь на воду? Надо смотреть дальше. Тогда голова не закружится. Но совет его опоздал. «Мне плохо», сказал Марч плачущим голосом. Янсесу показалось, что Марч хочет присесть на нижнюю ступеньку. Предвидя, что за этим последует еще что-нибудь похуже, Янсес быстро обхватил друга рукой, повернулся к дорожке и полунеся, полуволоча Марча, сказал, «Ну, тогда пойдем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова